На экране специалист пенсионного фонда. Прямо сейчас она ведет онлайн-прием. Чтобы получить консультацию или обсудить необходимую вам перечень документов, теперь необязательно идти в управление и стоять в очереди. Как признаются специалисты, новый видеотерминал может решить эту проблему. Чем больше таких аппаратов будет стоять на предприятии, тем больше у нас людей будет задействовано уже через электронные сервисы. Опять же, люди научатся этим пользоваться. Меню такое же, как дома в компьютере. Пожалуйста, здесь научились, дома в компьютере уже подаем из дома все заявления. Удобные и легкие в использовании. Задать личный вопрос специалисту, запросить выписку из индивидуального лицевого счета, узнать размер пенсии, получить услуги, которые предоставляет как само управление пенсионного фонда, так и его сайт. Видеотерминал рассчитан в первую очередь на так называемых молодых пенсионеров, то есть тех, кто вышел на пенсию недавно. На старшее поколение, которое уже давно является пенсионерами, конечно, нет. То есть бабу почему не в поликлинику поставили? Именно поэтому. Потому что туда ходят бабушки в основном, вот это пожилое поколение. Им действительно тяжело с компьютерной техникой. Но у нас сейчас пенсионеров очень много молодых, которые вот сейчас выходят на пенсию пенсионерами. Они все знают компьютер. Также здесь очень много справочной информации. Мне, конечно, до пенсии еще далеко. Но вот в этом разделе я могу узнать, как оформить государственную пенсию по старости. Сразу выходит информация, куда обратиться, какие документы предоставить. И еще один плюс. Если у меня нет времени читать все это у терминала, нажимаем на эту кнопку. По окончанию печати заберите документ из лотка для бумаги. И, пожалуйста, то же самое уже есть в распечатанном виде. По всей республике всего три терминала. В Казани, Набережных Челнах и Нижнекамске. Наш город стал участником пилотного проекта. А первопроходцами в ознакомлении с новым видеотерминалом стали медики. Ведь его установили в административном здании центральной городской больницы. Уже нашлись не только первые пользователи, но и первые плюсы. Я подтвердила свою учетную запись в ЕСЯ. Это необходимо сделать для того, чтобы я могла пользоваться услугами уже на уровне Российской Федерации. Там можно подтвердить ее тремя способами. Лично пойти в пенсионный фонд, либо в МФЦ, или получить по почте. А здесь совершенно стало удобно. То есть я подошла к инфоманту и подтвердила запись. Первый терминал, который появился в городе, пока рассчитан именно на наших медиков. Специалисты пенсионного фонда надеются, что пилотный проект не провалится и будет пользоваться популярностью. Тогда, возможно, количество таких терминалов по городу увеличится. Вадим Струминский, Ренат Харасов. Новости НТР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова